Приветствую вас, Елена. Знаете, вот я, конечно, не знаю, может вам не понравится то, что я скажу, но то, что вы описываете, очень сильно напоминает историю, когда человек, знаете, сам что-то подумал, сам на это обиделся, и сам за это переживал. Вы, вот давайте, почитаем вопрос. Хотел я бы получить ваш совет, как вести себя с мужчиной. Психологи не дают советов. То есть тут, Елена, вы немножко ошиблись. Мы встречались с ним продолжительное время, пишите вы. Если вы встречались в непродолжительное время, это плюс или минус для вас. Расстались из-за измен с его стороны. Измена с его стороны, это кризис ваших отношений. А поскольку отношения строят двое людей, то, вероятно, есть и ваша ответственность в том, что мужчина вам изменял. Поэтому здесь нужно проанализировать и поисследовать, и, может быть, подкорректировать ваше, в том числе, поведение. Инициатора выступила тогда я, прекратив наше общение. То есть вы продемонстрировали, что проблему решать вы не хотите. С одной стороны, с другой стороны, вы продемонстрировали позицию того, что измены в отношениях неприемлемы. Это позиция. С ней можно относиться по-разному, но это позиция. Через несколько месяцев приехал ко мне на работу, мол, помнит обо мне, и есть чувства. Подожди попробовать с него встречаться. В то же время сказал, что саму я первый ему не звонить. Будет появляться с нами, так как знаю, где я работаю. Найдет мне, как будет время. В первую очередь, необходимо понять, устранены ли те проблемы, которые изначально привели к разрыву отношений. Если нет, то смысла начать отношения? Никакого. Точно мужчина говорит, что давай попробуем встречаться и у меня к тебе чувства, но это было раньше. Точно говорит, что не звони мне, там я сам тебя найду. Это скорее предполагает его активную позицию и вашу пассивную позицию. И все хорошо, если это вас устраивает. Тут непонятно. Идем дальше. Человек-человек обозначает свою позицию по отношению к вам. И все говорит о том, что он стремится к своему комфорту. Он делает так, как ему удобно. Дальше. Тогда меня это насторожило, но все же решил посмотреть, как он будет себя вести. Вот понимаете, это ревизорская надпозиция. Я посмотрю, как он будет себя вести. Докажи мне свое хорошее отношение. Если вы думаете, что мужчина этого не почувствовал, то вы ошибаетесь. Если вы думаете, что подобная позиция связана с доверием и искренностью к человеку, то вы тоже ошибаетесь. Это позиция нас, это позиция родителей, это позиция, по сути, человека, который использует другого человека для своих целей. Я не говорю, что это плохо. Кого-то, может быть, это устроило. Какого-то мужчину, может быть, это устроило бы. Но, очевидно, не вашего. Дальше. Появлялся он раз в неделю, в течение двух недель. Приезжал к моей работе. Встреча на полтора часа. На последней встрече я сказал ему, что уйду в отпуск на месяц. На что он ответил, что позвонит мне. Понимаете, вот не совсем понятна ваша активность. Он предложил вам встречаться. Он ожидает, что у него есть чувства к вам. Что вы ответили? Какие у вас к нему чувства? Чувства. Не совсем понятно. Дальше. Так. Значит. Сказалось, что уйду в отпуск на один месяц. То есть вы не выразили ему то, что хотите его увидеть, например. Вы не выразили ему какие-то ещё чувства. Просто сказали, что вы уйдёте в отпуск на один месяц. То есть, по сути, вы даёте ему шанс. И, с одной стороны, опять же, это ваша позиция. Это позиция пассивности. Это позиция, как бы, дачи возможности мужчины проявить инициативу, проявить себя. Это хорошо. Если это ваша позиция. Но, важно, чтобы позиция была последовательной. У вас это позиция не последовательной. Значит, так. Маштёмся. Ответилось, что позвонит мне. Опять же. Вот, знаете, здесь какая штука. Вы пассивны были до сих пор. И, по сути, были принимающей стороной. Посмотрю, как он будет себя вести. Говорите вы. Просто три недели не позвонил. То есть, вы ждали. Если вы ждали, значит, у вас есть ожидания. Если у вас есть ожидания, значит, у вас есть какие-то желания. Вопрос в том, насколько вы осознаёте своё желание. Связано ли это желание с человеком. Я имею в виду желание. Желание сделать его счастливым. Желание что-то делать для него. Самое главное. Принимаете ли вы человека таким, как он есть. Или вы надеетесь, что он изменится. Это к вопросу измены и к вопросу о его поведении. Видел его на улице, потом отправил смс, что, мол, нет желания меня увидеть. Опять же. Нет желания меня увидеть. Не я хочу тебя увидеть. Не как у тебя дела. А нет желания меня увидеть. То есть, вы маскируете своё чувство. Вы не выражаете свои чувства. Я понимаю, что, может быть, вы боитесь. Я понимаю, что, может быть, вы не доверяете ему. Но это уже ваша проблема. Капрё нужно решать. И такой проблемой в отношении вступать. Вот такие, какие у вас. Наверное, несколько стрессово. Я бы так сказал. Дальше. Он проигнорировал смс. Позвонила ему. Сама не взял руку. Ну вот здесь вы перестали быть последовательными. Здесь вы проявили активность. Но опять же, проявили активность, когда почувствовали, что вас как бы отодвинули. Притом, что до сих пор, по моим ощущениям, вы проявляли именно, что позицию, как бы, принимающей пассивной стороны. После этого, когда злилась, написала ему, что пошёл куда подальше. Так он и пошёл. Он и пошёл. Он и пошёл. Он своим поведением вам как раз таки продемонстрировал, что он пошёл. Но у вас невыраженные чувства. У вас конфликты внутри. У вас ожидания, неудовлетворённость, может быть даже страх. И с этим всем нужно работать. Сам замотается, ездит куда-то, возвращается уже в пол. Откуда вы это знаете и к чему эта информация. Прокомментируйте такое поведение. Его нет, профессиональная этика не позволяет нам обсуждать поведение третьего лица без его согласия. Что касается совет, как себя вести, то вы уже ведёте себя определённым образом. Вопрос в том, насколько вас устраивает такая реакция, такое поведение точнее. И если нет, то хотите ли вы его изменить. Потому что, как видите, к построению гармоничных отношений это не ведёт. И ваша надпозиция в отношениях, я посмотрю, как ты будешь себя вести. И ваша непоследовательность в поведении. И как бы то, что вы злитесь по факту на того, кто, ну, сказал только попробовать снова встречаться. То есть никаких обещаний мужчина не давал. Если бы вы себе, как мне кажется, нарисовали картинку желаемого. С этим всем нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok